всем привет косметичка на неделю и как и обещала в начале хочу показать вам и рассказать свой отзыв на палетку wet and wild номер 7630 попользовалась я прям недельку все цвета отсюда взяла ну что могу сказать о ней из 5 баллов я поставила ей твердую 3 с плюсом потому что если такие оттенки этот типа транзитный и вот такой непонятно оранжевый какой-то его такой разбеленный желтый да ну грубо говоря вот эти оттенки все для моего цвета кожи наверное они не подходят потому что они очень оранжево-желто-рыжие и если этот цвет явно оранжевым то вот это делает глаза ну как будто бы был синяк знаете и когда он начинает желтеть вот такой цвет то есть нездоровый неплохо смотрится до темный коричневый они очень рыхлые и надо конечно стряхивать кисточки чтобы не осыпалась под глазки вот он подходит для затемнения складочки даже его растушевываю в складку то есть я пользовалась преимущественно только им так чтобы сказать матовые все хорошего качества они прекрасно растушевались единственное я не трогала за тот кирпич на красный просто ну не подходил под макияжи которые я делала но все сатиновые я использовала мне очень понравился желтый как он набирается и пальчиком и кисточкой и вот рядом который такой серо-голубо-зеленый какой-то он также на глазах выглядит они и переносятся красиво и тушуются и кисточкой и пальчиком в общем к ним вообще претензий нет а что же касается моего до того который я вам говорила он она будет самым там любимым это такой до хром который переливается он пятник на глазах умно очень плохо наносится мягко говоря и этот перелив он дает такую как будто бы у вас где-то есть эти оранжевые тени да а где-то как будто бы пробелы то есть нет этого перелива красивого есть просто эффект как будто бы неравномерно нанесли тени ну и остались два таки до синий синий хороший я на все века не наносила но и носила на нижнее веко он не уходит фиолетовые не уходит серые то есть он как синий есть в палетке так он и переносится очень кстати мягенький хорошенький что касается зеленого такой статиновый немножко замыливается ведь он даже у меня наверное уже замылился и плохо передается на пальчик вот так же он передается и на века хоть пальчиком хоть кисточкой то есть это плохая такая пигментация и он не наслаивается она посоветовать бы я и не могла но вместе с тем если у вас нет таких оттенков как здесь представленные вы учтете все минусы можете вы смугленькая сам по себе то вам эта палетка я думаю очень понравится так давайте уже перейдем косметички первое что беру это клиник even better у меня это в оттенки alabaster 01 очень хорошо подходит с spf 15 я надеюсь что действительно те заявленные уходовые компоненты которые в нем отмечены и о которых так хорошо пишется они действительно делают свое дело легкой плотности перекрываемости тональный который дает естественный финиш и он не стойкий так что пока у меня о нем такие впечатления ничего плохого там прыщики никакие ничего не вызывает пор не западает то есть принципе он неплох сам по себе дальше беру два консилера но один у меня будет остаточек мой от революши никак не могу добиться первом оттенке уже и ограничитель взяла сняла и до сих пор у меня тут еще его есть в общем что и заметила кожа под глазками стала суши прямо значительно поэтому беру его только на зону высветления просто чтобы добить потому что но его тут мало осталось и именно под глазки я беру биби отербориан который мне очень нравится у него очень легкая такое перекрытие можно наслоить и но вот мне на лето как раз таки хочется что-то типа такого здесь есть spf 15 в общем для лето идеальный для меня и по цвету классный он и синячки перекрывает легкий увлажняющий тоже с входовыми компонентами туда на ничего нового и не свиньи но все бы минеральная пудра мне очень понравилось как она матирует это матоматовать остается на весь день плюс она с таким классным ароматом ментола и она лучше всех справляется с матированием это я уже попробовала и с другими вот пудрами другими тональными все-таки она выигрывает и поэтому и думаю вот сейчас у нас жара стоит самое то брать именно ее плюс она вроде как не комедогена но в общем-то пор не забивает пока я с этим всем согласна и рада что приобрела эту пудру хотя очень долго не хотела ее брать потому что в ней есть также диментикон как и в других но не только остальные средства для лица и здесь мы наверное начнем с давайте скульптурирование беру новинку мою от эстрады это скульптор в 201 оттенке еще ни разу его не пробовала не наносила держу пальчики чтобы это не пятнило и было намного лучше чем до этого была упаковка да потому что это перри выпущена дальше также от эстрада я беру хайлайтер только это будет золотом оттенке сейчас скажем 310 номер очень классный такой хайлайтер хайлайтер без блесток красиво переливается не оставляет белесости не подчеркивает структуру кожи в общем-то во всем он мне нравится также я беру такие вот румяшки одни в сухой текстуре у меня будут это эвелин вот такая мозаичка лан ван 0 вторые я смешиваю все отсеки иногда да я наносила вот этот если мне нужно поярче что-то если нужно что-то такое более теплая вот этот могла нанести но преимущественно я это все смешиваю красивый оттенок нейтральный уходящий такой розовый чем румяна обалденная но также буду брать и румяшки а вот такие от эльф я брала на и херп и там двое есть одни в персика выходят другие розовый у меня в розовые уходящие это кремовые румяшки я не пользовалась уже они стойкие они превращаются в пудру на лице очень красивый оттенок имеет такой вот красно-розовый в общем классные и их можно наслоить с ними не переборщите очень быстро растушевываются в общем вообще никаких с ними проблем нет я захотела взять вот такую вот мульти бронзирующая пудра вновь втором оттенке от коллекции гипоаллергеника там бель в общем брала я наверно осенью и я не поняла мне не пора как это все выглядит на лице оставила до лета чтобы сейчас попробовать я предполагаю что я буду это все смешивать получается вот какой-то такой оттенок ни туда ни сюда не хайлайтер не бронзер ну в общем не румяна что-то вот средняя не знаю как я это применю но если допустим отдельно брать и два этих квадратика то получается вот из светлого неплохой хайлайтер уходящий в розовый а из двух темных красивый бронзер ну буду баловаться буду пробовать потому что если я никак не применю я буду прощаться с ним от faberlic это пудров шариков жемчужная россыпь артикл 6192 обалденный бронзер ну вообще у faberlic кстати много хороших бронзеров таких сияющих потому что они не дают перелив и отсутствие вообще блесток них полнейшая хорошо набираются зашлифовывать и по периферии могу нанести прям на все лицо и просто будет такой как отблеск сияющий немножко до выходящий в бронзовый оттенок можно наслаивать в общем мне вот во всем он нравится очень часто использую кстати летом не люблю блестки их видно и эффект создается такой накрашенности а вот именно бронзеры от faberlic они дают эффект лоснящейся переливающейся кожи для бровей это будет тушь от стеллари 0 назовут гель для проверенным по мне так это тушь мне 0 первом оттенке а у них там 0 2 и 0 1 0 1 для брюнеток совершенно не режет не уходит там в какой-то красный так далее неплохая кисточка такая маленькая хорошее прокрашивание дает но идет средняя фиксация что касается туши именно для ресниц то здесь у меня будет 2 от лавель будем ее мучать будем ее пробовать я уже в покупочках вам рассказывала ее минусы все которые я выявила но прошла неделя после первого использования надеюсь она стала более какой-то такой кремовой податливой но в общем эта неделя для нее такой тестинг и на всякий случай потому что я в этой туши не уверена что она хорошо сработает я беру от faberlic ее тоже нужно заканчивать это коллекция glantin это по экстремальное удлинение и объем и силиконовая кисточка идет такая она классическая да можно сказать мне не нравилось что она отпечатывается стала осыпаться и она склеивает реснички ну в общем опять-таки возобновим воспоминания и интересно как она сейчас будет себя вести потому что она уже мне кажется и подсохла может быть вообще придется от нее избавляться и в качестве карандашиков у меня вы поймете почему я беру столько фиолетовых красных карандашей в общем один из них это будет просто черный golden rose 401 оттенки ну может мне захочется слизисту проработать или делать растушеванную стрелку вот это в ресничный край положить обычно для этого я их беру также три карандашка ну в общем первое это от эстрады 106 оттенки он не знаю такой видите какой-то красный фиолет сливовый до сливовый оттенок делает немножко заплаканными глаза но я беру на всякий случай потому что думаю подойдет к палетке которую буду брать дальше от golden rose в 423 оттенки такой лайнер я думала он будет фиолетовый а он оказался вообще видите каким-то таким сиреневым ну тоже один раз я им подвела принципе смотрится неплохо необычно но вот как-то лежат они у меня лежат и другое которое я люблю это от faberlic berry line была такая коллекция по-моему летний в том году вот здесь такой фиолетовый уже хороший фиолетовый как я люблю карандашик с блестками его нужно наслаивать вот он хорошо держится он стойкий даже водоустойчивый в общем для чего я беру конечно же для палетки наверно уже догадались тоже моя новинка который вам показывала aw7 violet lights это такой дюб типа подделка под анастаси баррель хиллс нарвина если не ошибаюсь оставлю вам видео вот здесь и на община этот заказ сахер по ночью интересность косметика посмотрите будем пробовать тестировать она не буду все оттенки сейчас в очередь давайте пройдемся по интересным только до охраны розовый потом фиолетовый конечно будет всех интересовать но из-за чего принципе покупается да такая палетка непонятную с блесками вот этот тип матовые тоже фиолетовый грязный уходящий ну и стандартный какой-то такой коричневый вот он до хром принципе мне здесь все эти статиновые нравятся они хорошо переносится матовые вот к этому мне есть притонизм зачем туда блестки влепили надеюсь это только верхний слой и принципе тут коричневый мне нравится как он наносится наносится равномерно они не рыхлые посмотрим попользуемся может что-то интересно будет также в следующей косметичке в начале будет отзыв на эту палетку и последнее это будут такие блески помадки давайте начнем именно с помад вот таких две помадки это первая от фаберлик новая коллеги относительно новая да тут 40 697 артикул и она мне вот идеально подойдет под цвет такой вот он холодный немножко фиолетовый розово-фиолетовый оттенок думаю мне будет хорошо под опять таки да беру под тени дальше от стеллари такой он холодный нюд так и написано кстати этот оттенок так и называется 0 4 и так и выглядит то есть это коричневый но он холодный коричневый я думаю тоже будет неплохо смотреться что касается таких полу бальзамных я все-таки оставляю от фаберлик 40 085 артикле вот такую бальзамную помадку напишите кстати не знаю сейчас есть они в продаже нет если вот есть я могу посоветовать на лето это видите полупрозрачный такой оттенок она очень комфортно на губках и выглядит хорошо на губах и также блески это также от фаберлик и это мне артикул 40 595 в общем мой любимый оттенок и по текстуре классный блеск практически не липнет аромат приятным чем советую именно в этом оттенке вот в виде красивый он плотно наносится у него красивый такой перелив все классные от эти вот блески но там от цвета к цвету тоже выбирать возьму от лавель вечно у меня как-то подтекает не знаю хотя стоит вот так вот вертикально я его храню не знаю в общем как-то мне не очень это нравится это очень многом разноцветных просто блесток он чуть-чуть липнет но выглядит ног бах это очень классно и соло и на какую-то помаду так косметичку закину до с собой нарс в оттенке оргазм масло с оттеночное масло мне никакого оттенка не придает ну просто как такой увлажнитель питания немножко придать губкам эффект недолгий то есть если вы сотрете этот блеск масла то в принципе сухость вернется ну и конечно беру три карандашика значит первое это вен сабо 202 номер он выглядит карандаши все у меня классные нет вообще каких-то твердых неустойчивых они устойчивые в меру мягкие 15 это стеллари и мне еще не нравится что видите когда точишь остается вот в точилке да какие цвета были очень буду я каждый раз мыть чем тут конечно минусы такой упаковки но цвет классный холодный под холодные помадки взысаем 0 втором а лайнер здесь но стерна кисточка вообще бесполезнейшая а с другой стороны именно автоматический карандашик здесь уже такой теплый коричневый нюд вот это вот самая косметичка на недельку спасибо что посмотрели всем хорошего дня хорошего настроения прекрасного теплого лета и всем пока пока